Архимандрит Пимен И животворящей, и нераздельной Троице Всегда, ныне и пресно, и вовеки веков Игумен Алипий, 67-й наместник в истории Псково-Печерского монастыря Остался в памяти людей как яркая личность Человек, беспредельно преданный Богу, много сделавший во благо Церкви Как человек необыкновенно милостивый, творящий добро во имя Христа Говорили, что творить добро для отца Алипия так же естественно, как дышать Алипий в переводе с греческого беспечальный Строго говоря, жизнь отца Алипия в миру Ивана Михайловича Воронова Трудно назвать беспечальной Были в ней и голодное детство, и тяжелый труд на строительстве Московского метро Он прошел всю войну Терял боевых товарищей Сам был в шаге от смерти Да и монашеское послушание Игумена было не из легких Большая часть его служения пришлась на богоборческие времена Когда церковь всячески притесняли, а монастырь и вообще хотели закрыть за ненадобностью С его именем связано очень трудное время Это время Хрущевского гонения Гонения, которое трагически отозвалось В истории нашей церкви, в истории нашей страны Господь, видимо, послал в нужное время Такого способного, умелого руководителя для святого обительства Но не зря нарекли его в постриге беспечальным Потому что через все трудности, все невзгоды Пронес он твердую веру в Бога, позволившую ему и уцелеть на войне А в годы наместничества сохранить от всех посягательств вверенную ему обитель И делать это казалось легко Всю войну в танковых войсках, но за тюдником Он ведь был художником А про его противостояние гонителям монастыря сохранились легенды То в присутствии высоко поставленных чиновников Бросит он в камин бумагу о ликвидации монастыря То достойно и достаточно резко ответит самому Хрущеву Действительно беспечальный Только от всего от этого руцина сердца Три инфаркта Который перенес далеко не старый еще человек И ранний уход Тоже Субтитры создавал DimaTorzok Основа жизни каждого монастыря богослужения Архимандрит Алипий любил и хорошо знал церковные службы Чудом сохранившиеся кадры в старой кинохронике сохранили и таинство монашеского пострига И чтение покаянного канона и Евангелия Особенно любил отец-наместник Успения Богородица Престольный праздник монастыря Он и начал свое служение в обители в июле Незадолго до Успения И тотчас же получил предписание от властей Запрещающее выход крестного хода за монастырские стены Рассказывают, сообщая об этом братья, отец Алипий заплакал Ему не суждено было дожить до иных времен Когда снова на Успение тысячи людей с чудотворной иконой Идут вокруг монастыря Людское море И снова, как и каждый год, в канун праздника Выкладывают женщины цветочный ковер через весь монастырь От Успенского храма до Михайловского И все знают цветочные узоры по эскизам архимандрита Алипия Он ведь был художником Он установил служение молебно в честь преподобного мученика Корнилия Эту традицию продолжают нынешние насильники монастыря На службы архимандрита стекали сотни верующих Яркими, смелыми были его проповеди Их машинописные тексты ходили среди печерян Служба у него всегда отмечалась особым подъемом, тоном, торжественностью Например, экскурсовод была Николаевна Ирина Ивановна Она говорила, что когда подойдешь к Михайловскому собору К алтарю через окно слышно служба И уже можно по тону, по пению определить Что отец Алипий сегодня служит Проповедь так говорил Что что-нибудь из проповеди запомнишь В своей автобиографии отец Алипий писал Что к моменту назначения его наместником Обитель пришла в полное разорение Священный Сенот и Святейший Патриарх Алексий Знали, кого нужно послать в Печоро Монастырю нужен был именно такой игун Отец Алипий прошел армейскую школу, войну Человек деловой и энергичный с одной стороны И художник, человек с художественным вкусом с другой Он возглавил восстановление Печорской крепости Как написал он сам по служном списке Нахожусь в городе Печоры, восстанавливая эту древню святыню на Руси Для благого дела нашлись и деньги, и благотворители Над реставрацией работали лучшие псковские архитекторы и художники Всеволод Смирнов, Михаил Семенов, Борис Кобельцин Вся реставрация велась на средства монастыря Работали и паломники, и бригады умельцев из Пскова Тех встреч, которые жизнь мне подарила с этой личностью С этим просто удивительнейшим человеком Они касались 1969 года Шли замечательные реставрационные работы в монастыре И в частности ремонтировался купол Михайловского собора А потом и позолота этого купола А занималась этими делами наша псковская бригада таких умелых мужичков И в этой бригаде был и мой супруг Ну и я, будучи его женой, тоже поехала, чтобы помочь Потому как поджимались руки, а рабочих рук не хватало Сгодились и мои И я тоже вместе с ними по лесам Вот к небесам залетала наверх И мы золотили этот куполок, как они его мило тогда называли Этому ремеслу обучили и меня И, естественно, смотреть на эту работу, проверять И не столько ее качество Хотя это тоже очень важно, там есть определенные тонкости Сколько эстетику Как человек высокохудожественного вкуса Алипий, конечно, всегда присутствовал там И не только ходил, посматривал, кто как делает Кто как работает, кто как душу вкладывает в то, чем занимались Но он еще и успевал как-то с нами поговорить за жизнь Спросить что-то Всегда находилось у него доброе человеческое слово Потому что удивительно, что в этом человеке так благородно переплеталось и светское, и духовное Приходилось работать сутками, меняя друг друга Чтобы качество вот так в 45 лет отстояло И куполок смотрится И потом отец-наместник щедро наградил всех, кто работал на Позолоте Именными часами от своего имени Печорская крепость сейчас радует своей красотой и ухоженностью И глядя на это благолепие, нельзя не вспомнить добрым словом архимандрита Алипия Как, кстати, и еще одно событие, связанное с его именем Состоялась передача исторических ценностей, вывезенных в начале 1944 года во время войны из монастыря в Германию На торжественную церемонию передачи возвращенных ценностей Прибыл генеральный консул Федеративной Республики Германии в Ленинграде Господин доктор Альфред Блюменфельд Сокровище принимал наместник Псково-Печерского монастыря Архимандрит Алипий Боронов Архимандрит Алипийского монастыря Дорогие наши гости, сегодня мы имеем великую радость, потому что 30 лет вещи, драгоценности для души нашего русского человека, которые были здесь за 500 лет, собранные русскими людьми, господин консул, своими людьми ныне вернули нам как бы из плена по милости Божией, по благодати Царицы Небесной ее ходатайству и по ее молитвам. Субтитры создавал DimaTorzok Об этой стороне деятельности, скорее жизни Архимандрита, милосердии и доброте ходят легенды. Самое интересное, что все это правда, все это было на самом деле. И старушка, которой он дал денег, чтобы купить поросеночка, и семинаристы, которым он помогал. Он не пропускал, говорят, ни одного нищего, чтобы не дать ему десяточку. Все, кто знал отца Олипия, прежде всего вспоминают о его милосердии. Приходили некоторые болящие такие, ну, знаете, как в обычных недостатках, просили там у него. Он по трубе в воде лежил там вверху, постучать батюшка, пожалуйста, что-нибудь помогите, понимаешь. Он будет пакетик возьмешь в пакетик, и все такое было. Очень относился хорошо к людям. Семь лет я при его прием был, понимаешь. Лично ко мне очень тоже хорошо относился. Ну, у меня таких вопросов особенно к ним не было таких, понимаешь. Вот. Ну, относился не то, что ко мне лично, а ко всем обращался очень хорошо. Отец Олипий помогал, да, когда он всем помогал, да, нуждающимся, вот, и бедным, и никому не отказывал. Я когда стал священником и был на первом сельском приходе, где не было облачения, да, ну, никак, никто не давал, везде были сношены облачения для священника. И это, ну, мне посоветовали, идите к отцу Олипию, да. Сходили к отцу Олипию, сказали, что вот там в Белом, в Доновском районе нет облачения. Да, он пожертвовал, и мы на эти деньги купили такого хорошего материала и сшили облачения, постовое и другие. И эти облачения и сейчас все. Вот если бы я тогда знала, какую реликвию я еще могла бы хранить по сию пору, потому как заметил отец Олипий, я уже тогда была в положении, и он так деликатно, значит, обращаясь к отцу Эканому Ельнею, вот его фотография у меня тоже есть, сказал, «Ты там поищи у себя в своих закромах, дескать, платочек потеплее, матушке, поскольку ей сейчас простужаться нельзя, а уж холодает осень на носу». Дело было к успенью. Вот, ну и я как-то постеснялась взять этот платочек насовсем. Но тогда пуховый платок от отца Олипия, мне казалось, что как бы это и не скромно, да и в 21 год укутывается в пуховый платок. Мой родитель, протерей Николай, секретарев, был знаком с отцом Олипием еще по лавре. Папа умел вот так поддерживать добрые отношения с теми, кого он встретил на жизненном пути. И так получалось, что они каким-то образом общались, и папа был здесь, и встречался с отцом Олипием. А мой лично первый приезд был в 1968 году, в весенние каникулы, до 1 апреля. Зашли в храм Успенский. Служба была бесконечно длинная, великий пост. И затем вышли где-то, наверное, ну, часиков, наверное, 10 вот сюда, зима. И смотрим, отец Олипий на балкончике стоит. Да, вот на этом балкончике. Зимой причем, он тоже там бывал. Ну, и мы остановились просто, благословите отец Олипий. Мама-то сдала, а я в первый раз его вижу. Он спрашивает, вы откуда, паломники? Мама говорит, вот, это отца Николаева, у которых детей-то много. О, знаю, 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 подходите. И мы, значит, по этому мостику подходим сюда в тамбур. Он благословил, просил, как учимся. И говорит, ну, вы сейчас вот приехали на коротке, а должны приехать летом. Дает маме конвертик на дорогу и говорит, спрячь, а то свистнут. Вот, это вам на билет, приехать летом с вот всем троем, братьям, для того, чтобы потрудиться и отдохнуть душой. Жизнь, полная забот и тревог. Жизнь, посвященная Богу и Церкви. Жизнь, освященная светом любви к людям, добра и милосердия ради Христа. Она оборвалась очень рано. Уже почти 40 лет минуло, как отошел ко Господу Архимандрит Олипий. Но память о легендарном отце-наместнике жива. Мы вспоминаем его. Я один вспоминаю все. Все братья поминают его в хорошем отношении. Помогал он людям очень хорошо. Обращались люди к нему, понимаешь. И благоустройство было постепенно. Все делали. Вот это при его, понимаешь, делали. Вот это Михайловский храм, вот кумпов все озолотили. Это все прием делали. Вот здесь, в Успенский храм, это все прием делали. Отца Олипия можно сравнить с евангельским милосердным самарианином, для которого все люди, братья, и он ради Бога оказал помощь человеку, попавшему в разбойники. И сам Господь Спаситель привел его в пример, как человека истинно милосердного, человека, который ради Бога творит добро всем людям. И вот таким евангельским милосердным самарианином был и отец Олипий. Его благотворительность, его милосердие, доброта к людям имела твердое и очень глубокое основание. Он сам пережил голод, он сам пережил войну, страдания. И естественно, когда он вернулся на родину, когда он пришел к Богу, как источнику милосердия, потому что Господь в Евангелии говорит нам, будьте милосердны, как Отец Ваш небесный милосердный. И вот это основание твердое, духовное, Христово, божественное, оно дало ему мотивацию для благотворительности всем и вся. Просто диву даешься, когда рассматривал письма с просьбами оказать помощь. Это и печерские люди, интеллигенции, художники. Это и письмо от водителя троллейбуса, который зацепил какую-то машину в Симферополе, и ему предстоял суд. Это и человек Синдии, один раз посетивший обитель, который был удивлен и истинно христианским милосердием, и написал прекрасное благодарственное письмо отцу Алипию за ту милость, которую ему была оказывана в нашей обители. Архимандрит Алипий похоронен в Богом сданных пещерах, за престолом Храма Воскресения Христова. Но он останется в памяти людей живым, вот таким, как здесь, в светлый пасхальный праздник. Беспечальным, как хотела его мать. Человеком света и добра, выполнившим последнее свое монашеское послушание, сберечь, восстановить и обустроить монастырь для Бога и людей. Нынешнее поколение насельников продолжает и развивает его дело, сохраняя и благоукрашая одну из самых почитаемых обителей православной России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok